Линию по производству артиллерийских снарядов 152-го калибра запустили на киевском заводе «Артём». На церемонии открытия присутствовал президент. Петр Порошенко заверил, что уже в ближайшем будущем Украина сможет начать серийное производство самых дефицитных боеприпасов. Все подробности в материале. Все детали изготавливают в Украине. Оборудование закупили в Турции и Южной Корее. Производство артиллерийских боеприпасов крупных калибров на заводе «Артём» стартовало. Руководство предприятия обещает увеличить производственную мощность в 20 раз до 360 тысяч снарядов в год. Дуже широкий спирт в использовании этого снаряда. Это может быть и броневанная техника, живая сила, бетоневанное укрепление. Потужность снаряда очень высокая. Еще одна задача оружейников – обеспечить дальность поражения цели до 32 километров. На предприятии используют технологию горячей штамповки, которая оптимизирует производство. Мы используем переобладанный пресса для выготовления заготовок методом горячей штамповки, что обеспечивает большую продуктивность выхода по металлу и большую мясную конструкцию боеприпасов. На этом заводе – это впервые. По отработке программы запускаем полный цикл нарезания резьбы. Линию производства сверхмощных снарядов торжественно открыл президент Украины Петр Порошенко. По словам главы государства, в ближайшее время Украина будет готова поставить производство самых дефицитных боеприпасов на поток. От этого зависит жизнь солдат, от этого зависит надежность обороны. Это один из самых сложных технологических процессов. И стало это возможным только потому, что впервые были вкладаны деньги не только на покупку продукции Украинского оборудования, а произошла значительная техническая переоснащенность. Также на предприятии открыли производство неуправляемых авиационных ракет, ракет противовоздушной обороны для поражения малых целей и боеприпасов 155-го калибра, полностью отвечающих стандартам НАТО. Во время открытия производственной линии Петр Порошенко сообщил, что в этом году впервые на праздновании Дня независимости «Слава Украине! Героям слава!» прозвучит как часть официальной церемонии военного парада. Эти слова и это приветствие станут официальным военным приветствием военных сил Украины.